Агрегат Когда продукт поступает на линию Давайте начнем с того, что это некий вибростол Вот отсюда с бункера где-то засыпается То есть как работает оборудование? С элеватора поступает вот на эти вибрационные чашки Вот эти платформы Далее за счет вибрации продукт поступает по каналам По этим, да? Поступает по каналам Машина взвешивает нужный вес заданный на машине от 2,5 до 25 кг Здесь формируются порции Вот здесь вот, ну если это сетка или упаковка какая-то, прямо сюда, да? Сначала здесь формируется порция А, просто накладывается, да? Супирует, подбирает Спрасывает на конвейер И с конвейера уже поступает в упаковочную машину В упаковку, понятно То есть это, грубо говоря, делает порционную нарезку такую, да? Да-да-да Формирует порции Понятно А вот эти вот лепестки зачем? Эти лепестки придерживают продукт Приподнимая За счет вибрации сбрасывают нужные, как сказать, конечно Отсекают, да? Вот она сбросила одну картошку, взвесила И, как сказать, сосчитала, суммировала И дальше сбрасывает вот эти чашки А управляется это как? Как-то на компьютер выводится, да? Или это есть там дисплей свой встроенный? Это формируется на упаковщике непосредственно на самом То есть есть упаковочная машина Задается вес Порция Вид упаковки Нажимается кнопка и машина При постоянном поступлении продукта Работает с производительностью там От 3 до 4 тонн в час на маленьком весе И тут 25 кг она делает 10 тонн в час Ну, то есть это можно сказать, что это часть оборудования Да То есть основное все управляется там, где сама упаковка Да Я понял Супер Давайте, да, еще что про нее Чья она? Все производится на зданиях Германии и Испании Поставщики То есть мы поставляем не одного поставщика Мы поставляем технические решения То есть мы включаем линию предпродажной подготовки Это ЭФК Дозаторы Ньютек И упаковщики Килингфир и Яса А как они между собой сочленяются? То есть очень же трудно разных поставщиков между собой объединить Не проще ли работать там с одним, который выпускает всю линейку? Нет, мы выбираем машины, самые производители Если у Ньютека топовые модели это Ньютек дозаторы Мы ставим только Ньютек Если мы говорим упаковщик, это Яса Если мешкозашивочная машина, это Геленгфир Ну то есть у них между собой нету? Нет, они, как сказать Наша техническая служба синхронизирует эту линейку в одно целое То есть от подачи картофеля и до конечного продукта Ну то есть это занимается именно Вы Да Понятно Мы полностью поставляем техническое решение Отрисовываем проект И под этот проект уже ставим машины с нужной производительностью для упаковки Я понял, отлично Так, и тогда давайте поговорим о линейке То есть сколько их на разную там мощность, на разную производительность Вот об этом чуть-чуть Производительность достигает 25 тонн в час 25 тонн в час Да, но это идет уже другой дозатор Здесь мы видим топовая модель Это, скажем так, производительность 10 тонн в час Есть 14-головочные дозаторы У них производительность высокая С возможностью работать на две стороны Там есть такой плавник, который при подаче распределяет продукт в эту сторону или в ту за счет камеры Это два разных продукта или один продукт? Один продукт То есть картошку с морковкой нельзя смешать, чтобы она туда раз, картошку, сюда морковку, нет? Нет, 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 это совершенно разной линии Понятно А вообще вот эта машина, она может и морковь, и свеклу, да, и картофель Или это только под картофель? Круглый и длинный продукт Круглый и длинный продукт Лук, морковь, картофель Огурец упаковывают в параллельной линии, да Понятно